Сегодня очень много говорится о статусе зарубежного украинца, о тех изменениях в закон о статусе зарубежного украинца, которые были приняты. Я хочу сказать, что это второй этап работы, потому что на первом этапе все этничные украинцы принимали гражданство в прием. И должен сказать, что за эти годы при помощи общественных украинских организаций городов и районов нашей республики совместно с консульской службой было принято более 120 тысяч человек. То есть 120 тысяч человек получили гражданство Украины. Но, к сожалению, не все они остались в Приднестровье. Часть из них уехала и в Украину, и за пределы, и в далекие зарубежья на работу. И поэтому сегодня на консульском учете в консульстве состоит около 100 тысяч человек. Это и те, кто имеет право голоса избирательного, и те дети, которые еще не имеют право голоса, но тоже имеют гражданство. Второй этап – это как раз статус зарубежного украинца. Потому что за это время очень много этничных украинцев, проживающих за рубежом, и у нас, и в странах СНК, и в далеком зарубежье, уже получили другое гражданство. Но они хотели бы все-таки не прорывать свои связи с Украиной, более того, пользоваться теми же правами, которые пользуются гражданами Украины. С этой целью общественной организации неоднократно обращались и в Верховную Раду Украины, и в правительство, и в президенту. Наконец, были услышаны эти предложения, пожелания, и в прошлом году были внесены законы о закордонном украинце, так он называется, изменения, которые приравняли в правах этничных украинцев, те, которые имеют статус и получат такой статус, или уже его имеют с теми же правами, которые имеют граждан Украины. За исключением только одного, значит, закордонные украинцы не имеют права быть избранными, органы власти Украины не имеют права голосовать, это только граждане. Все остальные права те же самые, учиться, учеба, работа в Украине, причем не только коммерческие, но и государственные структуры. Поэтому мы надеемся, что вот те граждане этнические, которые не получили украинское гражданство, но имеют этнические украинские корни, сегодня смогут воспользоваться вот этими законодательными нормами и получить статус зарубежного украинца. Такая работа посольства ведется уже, и один раз в квартала комиссия при Министерстве иностранных дел рассматривает те предложения, которые поступают от посольства, в посольство Украины в республике Морково. А уже в спинку обращались? Много было? Да, у нас было порядка, где-то более 30 человек за эти несколько месяцев. Все материалы мы подготовили, помогли оформить, и материалы переданы в посольство Украины. То есть такая работа ведется и будет вестись теперь постоянно.